всем доброе утро и не выспалась я всю ночь думал шарик прятал от этого котище шарик милана сегодня день рождения поэтому я полночи чего не спала сейчас расскажу в общем этот шарик же я купил тогда фикс прайсе и не посмотрела я на этикетку этих шариков что там нужен насос вот который надувает матрасы и лодки там ну всякую хрень такой а ночь уже чего три часа ночи я же не буду всех будить насос лазить искать искать там это же надо было и диван поднять это же надо было все кирюши в комнате кирюши там порыться а связи с тем что у нас на кухне сейчас вывезены все вещи они все у нас по комнатам в ящиках что что-то найти надо отодвинуть эти ящики пораскать там потом подвинуть назад эти ящики потом отодвинуть другие ящики и вот так вот круговорот поэтому я в ближайшие не пока у нас идет разгром на кухне ничего нигде не ищу все что нужно у меня под рукой это все в прихожке в полный завал на склад потому что все лежит что мне нужно все там а этот насос я не думала что мне понадобится мне надо было просто почитать инструкцию к этому шарику и тогда бы я поняла что этот шарик надо было надувать с помощью вот этого насоса я надувала ртом до 45 выдать а у него такая толстая вот этот силиконовая резина и наши такое потом надула когда его вот этот вот как начал охотиться всю ночь за ним мне пришлось этот шарик прятать и в общем итоге я закрылась тут а этот шарик закрылась а тут аж этого кота выгнала другие комнаты и закрыл нашу комнату и потом только я уже вот весь разговор сейчас делаем чай кофе и едем отдыхать гулять не знаю что половина мой блог планы на миланин пойдет там уже смотрите как хотите хотите у милана хотите у меня не пугайтесь и я просто немножко за собой хотел поухаживать пока сейчас мы собираемся я уже заплела милану сейчас делаю пачки я вот такие пачки два-три раза в неделю иногда забываю иногда два раза иногда три раза делаю пачки с утра особенно перед выходом если куда-то надо я их заказываю на алиэкспресс их тут очень и очень много и вот еще сколько по два пачка когда вот у меня были ресницы их не могла так натянуть на глаза их вот тут вот разрезала и вставила так что очень хорошо мне нравится мне нравится и все сейчас доделаю пачки и мы едем едем город милан пойти играть да про торт торт я не стала заказывать знаете почему уже так обожрались этих стартов новый год кирюша на день рождения в общем кирюша на день рождения новый год папина день рождения сегодня миланина и я не стала мы вчера доедали еле-еле папин торт потому что вчера было можно сказать у папы день рождения ну как у него было восьмого а вчера мы этот торт даже и я не знаю уже дети не ели доедал папа сам я не стала вообще думать про торт восьмого уже я поняла что нам торт милане не придется заказывать лучше мы так с ней погуляем сходим она хотела подружек пригласить но у нас сейчас небольшие такие вам сказать ну сами понимаете ремонт на кухне покупка бытовой крупной техники вот этот плита надо газовая все оборудование духовку надо купить посудомойку я хотела раковину кухне сейчас приедет доделываем кухню очень большие растраты я как бы я объясняю так я с ней поговорил с миланой и он все обсыпалось я говорю милан так и так либо мы едем там отдыхать сами с тобой и покупаем подарки какие ты захочешь либо мы приглашаем друзей но остаемся без такого подарка которого ты хочешь а который купим мы тебе с папой а сказал нет мне так не надо тогда ладно в общем мы просто объяснили ей что у нас идет ремонт что нам нужно очень много денег да я могла бы домой пригласить всех ее подруг сделать дома день рождения но опять же я говорю у нас ремонт кто-нибудь жил когда-нибудь без кухни с ремонтом не выезжая что не приготовить негде я и так на новый год намучилась одну комнату кое-как мы освободили чтобы провести этот гирюши дни рождения так как в январе просто получается на новый год 30 там все кафе переполнены это на базарай заказывать мы не знали кто к нему придет сколько человек поэтому как всегда моему кафе не заказываем милане конечно могли бы заказать потому что вроде 10 января уже все праздники закончились кафешки свободные можно в кафе но это опять же средства наговорил кучу поехали наконец-то мы в машине мы собрались мы едем едем девочки наконец-то так долго собирались пока всех собрала это кирюша еще нету он еще собирается у нас сейчас придет и поедет и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, смотри, смотри, какой, смотри, какой чемодан. Там таких нету. Там таких нету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, в Магните продаются вот такие вот оригинальные глиттер, глобальная серия, супер сюрприз, глобальная серия глиттерная. Лоу, прям на кассе, в Магните. Мы уже с Белиссима, Милану уже поздравили с днём рождения. Давай покажем. Сами с Белиссима поздравили с днём рождения, Милану. Такое, да? Так, Кирюш, вот открывай. Протираем ручки перед едой. А почему? Нарказа говорит с телефона, окей, гугл, окей, гугл включается. Потому что он меня слышит. Че, умный? Нет, нет. Красная. Черная? Да, попробуй. Ты знаешь, какая она другая? Или кто такое ешь? Ну, это красная. Да вкусно. Или кто такое ешь? Ты какой, в красной будешь? Да. Вмакать будешь? Их надо вот так поперек брать. Вмакай соус? Да. Что-то никаких неправильных, и все разваливаются. Без солка будешь? Ну-ка, давай, я сейчас тоже попробую. Я с красной попробовала, а с сёрной еще не попробовала. Че, вкусно. Вот так берем. Вот так, макаем. Я уже, все, я уже ас. И пробуем. Мне тоже иногда так подтащили. Это с копченым лососем, по-моему. Фу, давно полное. Уберечит. А это лосось обычный, сырой. А еще вот такой надо пробовать. Это ж сырой. Это имбирь. Что такое ешь, что это? Угу. Вкусно. Что такое ешь, скажите? Нет, это не порт. Хорошо, что с номинальным днём рождения мы поехали. Белиссимо. А не дома я готовлюсь, я в трусах, в парах. Можно возьмите? Расскажет, почему у старости быстро идёт время, да? Да. Ну, давай. Во-первых, это потому что, ну, воспоминания всё больше и больше. И ещё дети, когда рождаются, они запоминают много ярких моментов, с которыми никогда не приходилось быть. И примерно от одного года до пятидесяти, это 70 процентов, они запоминают то, что выучили вчера. От десяти до двадцати, это 50. От двадцати до пятидесяти, от двадцати до пятидесяти, это уже тридцать процентов. А дальше это десять процентов. Вот так вот, когда вы взрослеете, то время летит быстрее из-за того, что вы практически ничего не запоминаете, что было вчера. Время летит быстрее, потому что мы мало что запоминаем, взрослые, да? Потому что всё это уже было. А как же мы всё это помним, вот когда вы заболели, когда вы не заболели, когда вы разбили? Это та самая... Десять процентов, которые мы запоминаем? А если мы будем мозг развивать, то мы будем больше запоминать? И время будет дольше идти? Нет. А как? На два-три процента просто увеличится. Я слышала, что даже вот где вечный огонь, не вечный огонь, вот в Иерусалиме, где вот это горит, огонь, который зажигает на Рождество, или когда там его... Когда Христос родился. На Пасху? А, Воскрес. Не знаю. И там есть лампа, ну, лампадка такая, где вечный огонь горит, вот этот вот, который не гаснет, неугасаемый огонь, или как он называется. И туда, говорят, начали... Ну, там же каждый год подливают масло, а в этом году, говорят, начали... Хотели масло подлить, а там еще много масла осталось. Поэтому время, мне кажется, летит быстро, само по себе. Потому что обычно за год оно сгорало, масло, а тут раз оно не сгорело, значит, что получается? Год пролетел очень быстро, и масло осталось? Нет. Это, может быть, связывалось с осадкой. Совсем остальным. С какими? Ну, сухостью, с шаром, совсем остальным. Потому что сейчас глобальное потепление. И что, масло выпаривается, не выпарилось? Что получается? Как же оно сохранилось? Больше его стало? Либо это влага подействовала, либо это из-за того, что... Ну, не знаю. Я не могу понять это. А, хотя... У меня есть предложение, но, наверное, оно глупое. Какое? Скажи. Просто туда хоть плевал каждый день. Так нельзя. Это точно глупое. Ну что? Так, что ты там сейчас сказала? Я считаю... Ну-ка, повтори. Я считаю... Надо, что надо ехать домой. Почему? А что я считаю? Что я считаю? Очень активный день рождения у тебя, что ли, был? Почему? Мы только посидели. По магазину походили и все. И больше ничего еще не делали. И она уже устала. Прикинь, Кирилл. Я уже наелась. Наелась? Вытирай ротик. Смотри, грязный. Покажи, какой он грязный. С днем рождения. Кого? Тебя. Еще что? А знаешь, почему? А еще что? Это шоколадка. А сюда смотри, можно водичку будет жидкость наливать. Видишь? Они будут там плавать. Блезки эти. Классно. Что, с днем рождения тебя, малыш? Поздравляю. Лол у тебя? Классная, да? Поздравляю сама себя. Поздравляешь? Чего ты себе желаешь? Желаю. Маму слушаться в первую очередь. Не болеть. Что желаешь? Милан, что ты желаешь себе? Я желаю, чтобы на следующий Новый Год я бы получила бы вторую часть лолд. Вторую часть лолд с волосами? Ага. Хорошо. А? На следующий Новый Год ты ее получишь, Абдет Бороза. А здоровья тебе желаешь? Угу. Чтобы не болеть, чтобы учиться хорошо. Потому что в этом году у тебя начинается школа. Ты помнишь об этом? Угу. Поэтому надо научиться читать, писать. Все надо уметь. Ничего, лето очень долго. Это так кажется. В общем, мы едем домой. Блог заканчиваем. Всем пока. Всем удачи. Всех любим. Целуем. Целуйте, Реш. Подписывайтесь на мой канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова